МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Юлия Важенина, сегодня в выпуске. Крайний срок недели. Чувашские аграрии ускорили темпы весеннепылевых работ. Это нужно живым. В Ибресенском районе состоялось перезахоронение останков солдата Великой Отечественной войны. Реально только музыка. В столице республики состоится концерт классического пения. Весенняя страда достигла своего экватора. Если южные районы республики в ближайшие дни завершат работы, то ряд муниципалитетов может отстать от графика. Сегодня глава Чуваши отправился с инспекционной поездкой в три района республики. Чтобы выяснить, какие проблемы встают перед хозяйствами, тему продолжит Дмитрий Ковалев. После небольшого перерыва из-за капризов погоды аграрии наверстывают упущенные дни. В хозяйстве Андрея Хорошавина намерены завершить весенний сев за неделю. Работы на полях начинаются с раннего утра. На три-четыре дня пришлось постоять, пока просохло, из-за того, что холодно, почва не поспевает, то есть в поля невозможно заехать было. Ударными темпами работаем каждый день, то есть по 12 часов смена. На сегодняшний день около 800 гектар мы рапса уже посеяли. Вот сейчас планируем переходить на зернобобовые. Андрей Хорошавин показал главе региона созревающие кусты рапса. В хозяйстве на эту культуру делают особую ставку. Семена пользуются спросом, из них производят масло и мед. Большую часть урожая хозяйство реализует за пределами республики. Технические культуры уже и лен сеете, и рыжий грязь зимой сеете. Соответственно, с одного гектара доходность какая получается по сравнению с другими культурами? Там же надо зарабатывать прибыль. По прошлому году получили в среднем 18 сантиметров на круг. По ировому даже на одном поле 27 вышло. И в Казань отправляли, и в Киров, и в Орел. В агрофирме Таебинка в этом году рассчитывают собрать рекордный урожай картофеля и зерна. А зимая пшеница поспевает хорошо. Семена выдержали испытания морозами и дают большие всходы. Результаты превзошли ожидаемые прогнозы. Уборочные работы на этом поле начнутся в срок. Все поля в республике такие должны быть? Будут? По району у нас где-то 3%. Пока прогноз такой 3% гибели. Прохладная погода дает возможность растения прекрасно чувствовать, да? Да. Самое главное – яровые. Она сейчас не вредит, бложка нету. На яровых бложках нет. А это поле будет засеяно горохом. Эту культуру в хозяйстве Красная Сормова добавляют в кормовой рацион коров. Глава республики отметил, что темпы весенней страды необходимо ускорять и завершить работы уже на следующей неделе. В этом году хозяйство получит солидную господдержку. В бюджете на эти цели заложены более 2 миллиардов рублей. Почти 250 миллионов рублей дополнительно сейчас средств уйдут с товаропроизводителя. Это как раз для завершения весенних болевых работ, для ухода уже за посевами. Химпрополка уже должна начинаться. Благодаря государственной поддержке аграрии реализуют амбициозные проекты. Эта молочная ферма в деревне Яманаки была открыта в прошлом году. Она оснащена по европейским стандартам. Здесь установлены современные морозильные камеры, автоматизированы процессы раздачи кормов и дойки молока. Мы вот ферму построили, в принципе, у нас в общей сложности 58 миллионов вышло на это. В конце года мы подали документы на единовременное субсидирование. В скором будущем мы получим эти деньги. 30% от стоимости, это большая сумма, где-то примерно 18 миллионов. На сегодняшний день у нас 330 поголовья, на 1 июня будет 350, потому что первотелки оттеливаются уже. В ближайшие годы в хозяйстве намерены начать строительство и других коровников. Поголовье дойного стада здесь хотят увеличить. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев, Республика. В 4 утра начался сегодня рабочий день у наших съемочных групп. Вместе с правительством Республики в рамках единого информдня они поехали в разные районы на приемку молока. Цель выяснить, насколько качественный товар сдает население скупщикам, сколько владельцам буренок за это платят, и в какую сторону вообще меняется ситуация в сфере так называемого населенческого молока. Обо всем Ольга Пырочкина. А я говорю, пей. От твоего молока уже деваться некуда. Все ведра, все тазы молоком заняты. Жителям Чувашии проблема матроскиной шарика. Куда деть молоко незнакомо. В каждом районе в среднем работает по несколько сборщиков. Зато есть проблема другая – закупочная цена. Владельцам буренок деревни Кошки-Куликеево Яльчиковского района относительно повезло. Петр Хмелев платит им по 18 рублей за литр. С двух коров можно получить неплохой доход, рассказывает жительница Галина. За 15 дней мы получили 10 тысяч. Довольны, но хотелось бы еще этот прибавили. Другой Галине уже из деревни Поваркосы Цивильского района ее соседям повезло меньше. Здесь литр сдают за 16 рублей. Сейчас мало сдаю молоко, но все равно выгодно. Например, в неделю тысячу сделаешь, это же бюджет семьи. Впрочем, 16 рублей – это не предел падения. В ряде районов, такие как Красночитайский район, Аликовский район, цена упала до 14 рублей за литр. Вот этот вопрос очень важен для населения нашей республики, потому что это часть дохода, который они получают. Это в основном тоже пенсионеры. И здесь цена, когда падает, естественно, у людей как бы возникает вопрос, содержать дальше корову или не содержать. Это связано также будет с поголовьем. Задача стоит, чтобы поголовье в республике не сокращалось, а наоборот увеличивалось. Закупочная цена на молоко стала одной из главных тем информационного дня. Рано утром в район республики на сбор молока выехало правительство региона. Сегодня средняя цена на молоко в Чувашской республике сложилась 16 рублей 40 копеек населенческого молока, я имею в виду. Конечно, это мало, мы признаем. И сегодня все информационные группы, все министерства, ведомства выехали к пяти часам, ездят по районам. Также разговаривают, общаются со сборщиками молока, со сдатчиками молока, производители нашими населения, узнают их проблемы, вопросы. Конечно, хочется дороже. Хочется не только дороже, но и качественней. И это еще одна проблема. Специалисты ветеринарной службы выезжают на места один раз в месяц. Оценивают по органилиптическим оценкам. Это в первую очередь консистенция, вкус, запах, цвет. После этого отбирается молоко, значит, в определенном количестве. Помещается в холодильник термочемодан, доставляется в цивильскую ветеринарную станцию. И там проверяются на общие показатели. Общие показатели белка, общие показатели жира, значит, плотность, сома и процентная добавленная вода. Последний показатель, добавленная вода, стал одной из самых главных претензий молокоперерабатывающих предприятий к сборщикам. Впрочем, здесь наметился положительный прогресс. Благодаря участившимся проверкам, процент несоответствующего норматива молока, например, в том же Цивильском районе, за два года снизился в семь раз. Ольга Пырычкина, Татьяна Раевская, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Игорь Зверев. Республика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с координатором акции «Бессмертный полк в Чубаксарах» Оксаной Очкасовой. От 143 до 25 тысяч человек. Такой размах приобрела акция за 4 года. И это только в Чубаксарах. В республике в этом году общей колонной с портретами своих родных и близких участников Великой Отечественной войны прошли почти 60 тысяч человек. Только у нас есть озвучка, например, по дороге. То есть ни в одном городе больше такого нет. И народ просто обычно идет, сам поет. А у нас вот все. Я говорю, каждый год больше и больше пожеланий мы вот так учитываем. Ну, это очень много хороших по этому году отзывов. На следующий год будем больше народу собирать. Томск, а затем и другие российские города встали в ряд «Бессмертного полка». И в каждом формируются свои традиции. Еще один солдат Великой Отечественной войны вернулся домой на родину. В Ибресенском районе перезахоронили останки красноармейца, уроженца села Малые Кармалы, Петра Родионова. Всего в годы Великой Отечественной из Ибресенского района в ряды Красной армии ушли более 4 тысяч бойцов. Только 940 из них вернулись домой. Поисковики Карелии установили личность бойца по медальону. В нем обнаружили сильно поврежденный лист бумаги с именем и фамилией солдата. Далее работа в архивах, экспертиза. И вот постепенно, шаг за шагом, поисковики узнали, что Петр Кондратьевич Родионов, родился в Чуаше, был призван в армию 30 июня 1941 года. В этом же году он и погиб. 30 июня 1941 года он был призван первомайским военным комиссариатом в ряды Красной армии. Мы предполагаем, что либо он попал в 52-й стрелковый полк, либо был в составе 272-й стрелковой дивизии. Но в октябре, в сентябре месяц оказался в воронительных боях под городом Петрозаводском. И когда отступали под натиском финских войск, там не были немцы, там были фены, он погиб. Герой не только тот, кто закрыл грудью амбразуру вражеского зота. Герой сегодня мы должны считать любого бойца, который был готов подняться в атаку. Подняться в атаку, выйти с окопа, подняться на бруссарь – это самое тяжелое. Сделать первые 2-3 шага в атаке – это самое страшное, потому что каждый, кто поднимается, он уже под прицелом. И сегодня мы провожаем Петра Родионова, конечно же, как героя Великой Отечественной войны. В храме Александра Невского, что в Буинске, провели отпевание. Затем останки красноармейцы перенесли на кладбище буинского сельского поселения. Проводить земляка в последний путь пришли родные погибшего красноармейца, жители района, представители поисковых отрядов из разных районах республики. Спустя несколько десятилетий Петр Родионов обрел вечный покой рядом с женой и сыном. Имя Петра Кондратьевича Родионова на веки вписано в Книгу памяти Чувашской республики. Оно высечено и на мемориале у монумента воина-освободителя в парке Победы в селе Малые Кормалы. В Саратовской области открылась Туриада. Лагерь Привовского федерального округа собирает любителей спортивного туризма уже в пятый раз. В этом году проверить свои силы съехали 700 участников. Студенты – победители региональных слетов, спортсмены и тренеры. Чувашию представляет команда из 40 человек. Программа Туриады насыщена. У спортивного туризма много разных направлений. Наряду с походами спортсмены-любители участвуют в соревнованиях по ориентированию на местности. Организаторы не забыли про велосипедные и водные маршруты. Творческая часть не менее сложная. Надо подготовить видеоконкурсы и презентации. У сборной республики неплохие шансы на призовые места. За четыре года участия в Туриаде Чуваша лишь раз оставалась без наградного позиума. Напомним, сильнейшие команды получат путевку на всероссийские соревнования. В Чебоксарах после частичного ремонта ввели в эксплуатацию центральный фонтан на заливе. Ремонтные бригады выполнили ревизию насосов, электродвигателей и подводных прожекторов. После чего провели реконструкцию водорассеивающего оборудования. Работать фонтаны на заливе будут с пятницы по воскресенье с 10 утра до 10 вечера. А в праздники до 11 вечера вплоть до октября. Корректировать график работы будут в зависимости от погоды. Вечер четверга обещает стать поистине волшебным для всех ценителей хорошей музыки. В столичной филармонии состоится концерт певицы из Германии Нади Шмаленберг вместе с камерным оркестром филармонии. Здесь в Чувашии с ее творчеством знакомы немногие, но у себя на родине она известна. Она выросла в семье скрипачей, но в детстве классическая музыка мало ее интересовала. Нада предпочитала играть в футбол и лазить по деревьям. Любовь к музыке пришла позже. Для меня очень важно вернуться к истокам, к естественному голосу. На мой вкус именно классическое пение наилучшим образом, естественным образом подчеркивает и выявляет естественный, истинный человеческий голос. Бах и Моцарт – любимые композиторы певицы. Поэтому неудивительно, что произведения именно этих авторов прозвучат на концерте. Надя Шмаленберг исполнит четыре композиции. Одна из них – свадебная кантата. По легенде, именно ее на своей свадьбе пела невеста Баха Анна Магдалена. Как известно, петь под аккомпанемент довольно сложно, но оркестр и певица хорошо чувствуют друг друга. Музыка, она нас с людьми трогает и соединяет непосредственно от сердца к сердцу. И мне кажется, это самый прекрасный вид общения. На концерте прозвучит и органная музыка в исполнении музыканта из Ешкаралы Арсения Ушкова. Юлия Воженина, Сергей Адушкин, Республика. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «По существу». Гость студии – исполнительный директор 10-го юбилейного Чебоксарского кинофестиваля Максим Матросов. Наши новости можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». До завтра. Музыка. Музыка.